Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак и сегодня будет сравнение двух топовых нивелиров с зеленым лазерным лучом. Это Fukuda MW93T-GX с лазерными модулями Osram и лазерный уровень Firecore F93T-XG с лазерными модулями от компании Sharp. Так, ну давайте начнем с сумок. Как видите, сумки практически одинаковые, они только разного цвета и у Firecore есть еще дополнительный карман сверху и такая ручка, у Fukuda ее нету, мелочь, но может быть удобно. Внутри сумки также немножко отличаются, здесь такой более мягкий спинный полиуретан, здесь материал чуть поплотнее и давайте рассмотрим комплектации. Да, оба уровня стоят в районе 10 тысяч рублей, на сегодняшний день Fukuda даже чуть-чуть подешевле рублей на 200, но в комплектации есть небольшие отличия, поэтому я думаю, что эти 200 рублей нивелируются именно комплектацией. Так, давайте рассмотрим поближе. Так, друзья, в основном комплектация схожа, то есть две поворотных базы абсолютно одинаковых, два бокса переходных на батарейки и вот здесь начинаются отличия. Зарядное устройство у Fukuda идет отдельное, вот такое компактное, с такой вилкой, куда одевается дополнительная переходная вилка, то есть здесь вы будете заряжать аккумулятор непосредственно от сети, то есть сам прибор от сети работать не будет. У Fireco же зарядное устройство и также адаптер для работы от сети, два в одном, то есть вы можете работать непосредственно от сети. И две мишеньки, мишенька у Fukuda пластиковая, практически бесполезная, у Fireco она такая уже нормальная, магнитная, с градуировкой. И плюс ко всему у Fireco еще в комплекте идут очки. Очки, правда, не высокого качества, но тем не менее. Вот я думаю, что именно эти 200 рублей компенсируются нормальной мишенькой и очками в комплекте. Да, и у обоих нивелиров соответственно есть инструкция на английском и китайском языке. Так, друзья, едем дальше, по качеству сборки. Несмотря на то, что оба прибора делаются на одном заводе, но здесь очевидно выигрывает Fireco, то есть сопряжение деталей у него действительно намного лучше, оно просто идеальное. У Fukuda сопряжение талии не такое идеальное, чуть похуже. Ну собственно говоря, можно сказать так, у Fireco сборка идеальная корпуса, у Fukuda сборка хорошая, но не идеальная, то есть вот если можете видеть, то здесь сопряжение идет плотное, здесь не такое плотное. То есть вот такие мелочи, но они присущи Fukuda. Башни сделаны одинаково, снизу по 2 резьбы 1,4 и 5,8 дюйма. Вот с задней стороны, как можете видеть, у Fireco есть гнездо для работы от сети, либо зарядки аккумулятора. У Fukuda такого гнезда нигде нет. Сверху у Fukuda есть пузырьковый уровень для предварительной грубой установки. Вещь удобная, но в принципе без него также легко можно справляться. Панель управления у Fukuda сенсорная с двумя индикаторами, у Fireco панель мембранная с двумя кнопками, но уже с двумя индикаторами над кнопками и четырехступенчатым индикатором разряда батареи. Да, друзья, с обоими приборами идут литий-ионные аккумуляторы, но что примечательно, с Fukuda идет литий-ионный аккумулятор 74 вольта на 1500 мАч. У Fireco же идет 74 вольта также, но уже 2600 мАч. Функционал этих двух приборов одинаковый, есть режим работы с заблокированным компенсатором и есть режим работы с приемником. Алгоритм переключения плоскостей у них абсолютно одинаковый, что у Fukuda, что у Fireco. Сначала при включении тумблера загорается горизонт, потом при нажатии на клавишу загорается передняя вертикаль одна, следующее нажатие загорается вторая вертикаль, горят две вертикали, следующее нажатие горят все три плоскости и следующее нажатие возвращает прибор на один горизонт, также и у Fukuda. Вот сейчас горит один горизонт, нажимаем горит одна вертикаль, две вертикали, все три плоскости и один горизонт, то есть алгоритм идентичен. Друзья, кто видел ролики по настройке этих приборов, тот знает, что у них внутри стоят одинаковые компенсаторы, поэтому время установки в исходное положение у них практически одинаковое в районе 2-3 секунд, это очень хороший показатель. Да, есть некое отличие у Fireco при наклоне линия просто мигает, звукового сопровождения нет, у Fukuda мигает линия и идет звуковой сигнал, двойная сигнализация, кому-то это покажется удобным, кого-то наоборот пищащий звук раздражает. Так друзья, по функционалу в принципе все, теперь предлагаю проверить толщину и яркость линии на разных расстояниях, возьмем стандартно 1 метр, 5 метров и 15 метров и посмотрим какие есть различия между двумя этими излучателями, Osram и Sharp. Так друзья, начнем с одного метра, вот два наших конкурента, можете оценить их габариты, Fireco чуть-чуть поменьше чем Fukuda, да еще забыл сказать, есть небольшое отличие по точности этих приборов, Fukuda здесь конечно же выигрывает, она несколько точнее, заявленная погрешность у нее плюс-минус 1 миллиметр на 7 метров, в то время как у Fireco заявленная погрешность плюс-минус 3 миллиметра на 10 метров. Так и давайте включим и посмотрим на одном метре толщину линий. Так на одном метре сверху идет линия от Osram у Fukuda, снизу от Sharp у Fireco, то есть видно что Osram конечно поярче будет, но он чуть-чуть потолще, чуть больше одного миллиметра, у Fireco же линия чуть потусклее, но и потоньше в районе одного миллиметра. Так теперь давайте посмотрим на пяти метрах. Так друзья на пяти метрах результат отличный у обоих нивелиров, толщина линии где-то в районе одного миллиметра, но по яркости как видите Osram опять выигрывает. Так и давайте посмотрим на пятнадцати метрах. Так и на пятнадцати метрах результат также отличный у обоих нивелиров. Fukuda идет сверху, она конечно чуть поярче, но по толщине линии одинаковые, в районе трех-четырех миллиметров. В общем друзья надо сказать что это два отличных прибора, у кого стоит выбор между ними, четкого однозначного ответа какой взять у меня нет, они мне оба нравятся и они оба действительно очень качественно сделаны, но если пробежаться тезисно по плюсам и минусам каждого, то возможно это как-то поможет сделать вам выбор. У Fireco чуть получше комплект, на мой взгляд есть что самая важная работа от сети, качество сборки просто идеальное, есть многоуровневый индикатор разряда батарей, но у Fukuda на корпусе есть пузырьковый уровень для предварительной грубой установки, это тоже в принципе очень удобно. Алгоритмы одинаковые у них, функционал одинаковый, оба работают под наклоном, оба работают с приемником, компенсатор устанавливается одинаково, если смотреть по аккумуляторам то опять же у Fireco емкость на 1100 мАч больше, то есть это тоже надо отнести к плюсам, ну и самое главное различие это конечно по установленным излучателям, как вы могли видеть Sharp уступает только чуть-чуть по яркости, по толщине он даже скорее всего выигрывает, но излучатели острым несколько ярче чем излучатели Sharp, но в принципе на всех расстояниях тестируемых оба нивелира были отчетливо видны, в общем друзья в принципе то и все, если вы хотите слышать конкретно мое мнение, то мне все-таки больше нравится наверное Fireco, мне кажется что работа от сети намного важнее, чем более яркие излучатели, но это чисто мое субъективное мнение, а так могу сказать что это два достойнейших прибора, которые несомненно стоят своих денег, друзья на этом все, если кому видео было полезным обязательно ставьте палец вверх, сделаю такое же сравнение Fireco F93 TXR уже с красным лучом, сравню его с клубионной 3D12RC, тоже очень как оказалось классный прибор, поэтому подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok